Приветствую вас, Евгений. Ну, ситуация здесь у вас такова, на мой взгляд, что вы как-то вот все время склонны свои чувства игнорировать, да, все время склонны себя как-то вот, знаете, подавлять что ли, как-то вот вы игнорируете то, что вам не нравится с одной стороны, с другой стороны, то, что вам не нравится, вы за это не особо переведете ответственность, да, не пытаетесь что-то менять и хотите второго ребенка, несмотря на то, что у вас отношения с мужем складываются далеко не лучшим образом и ради ребенка вы жертвуете собой, то есть, понимаете, вот глобально в вас есть какая-то жертвенность, эта жертвенность, в принципе, является такой, я бы сказал, ну, основной, основной, наверное, проблематикой, да, из которой вам нужно ходить, то есть, переставать быть жертвой. Вы говорите, зависим от него финансово, да, вы можете зависеть от него финансово, но мы, вы можете встать от него менее финансово зависим. Не в том дело, если у вашей дочери все, в том дело, насколько она счастлива и насколько естественны отношения у нее со своими близкими, с родными, с отцом, вот, понимаете? И мне кажется, что, хотя вы вроде бы и принимаете решение все, мне кажется, что в глубине души вы по-прежнему хотите, чтобы это решение за вас приняли другие. В частности, вот, например, психологи. И мне кажется, что в этом, наверное, заключается достаточно серьезная проблема, потому что вы не привыкли опираться на себя, на свои желания, вы... Вот, ваша позиция очень хорошо характеризуется, знаете, как? А, вот, значит, эм... Так, значит, эм... Сминает первый высылой близость, мне не понравится, подумал, а потом как-то сложится. Да, вот, вот с чего бы? Вот, ээ... Серьезно, с чего бы? Вот с чего бы? Это вот, наверное, такой, прям, эээ... Ключевой вопрос, да? Вот с чего бы... Эээ... 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 Игнорирование того, что вам не нравится, не нравится. Вы до сих пор продолжаете это делать. Просто, эээ... Сменились аргументы. Раньше вы... Игнорировали по не совсем понятно каким аргументам, а теперь аргументы вполне очевидны. Из-за дочери. Эээ... Вы это делаете ради дочери. Эээ... Как вы думаете. Но на самом деле вы просто боитесь, эээ... Признать, что у вас, вот... Аээ... Эээ... Есть какие-то чувства. У вас есть какие-то желания. Вы боитесь эээ... Эээ... И довериться. Да, безусловно, за эээ... 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 Ээээ... 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 какой-то комфорт, который есть у вас сейчас, безусловно вы ухудшите качество своей жизни, но разве жить своей жизнью того не стоит? То есть это вот как раз вопрос к вам, да, это вот как раз вопрос к вам, что вы выбираете, комфорт или некую такую эмоциональную, если угодно, естественную. И это ваш выбор, понимаете, но за счет того, что вы привыкли свои чувства подавлять, выбор этот сделает вам достаточно сложно. Соответственно, обесценивание, которое присутствует у нас, обесценивание, я имею в виду своих желаний, да, оно присутствует не первый день и не первый год, и, соответственно, с ним, в первую очередь, ну, не работает. Сейчас ваша позиция, к сожалению, напоминает позицию, описанную в игре, да, но, психологическая игра, да, но, вы можете подробнее изучить ее, поискав в интернете. У вас, по факту, безвыходная ситуация, когда вы ничего не можете делать, чтобы сменить свою жизнь, но вы не счастливы, живя в текущей своей жизни. Так вот, вам необходимо сделать выбор, выбор глобальный, да, выбор, продиктованный тем, что вы хотите сами, а не тем, что вы должны что-то решать. Вам легко делать выбор, когда вы должны его сделать, на слоте, когда вы не должны его сделать, а именно выбор, который человек не должен, не должен сделать, а который он хочет сделать, является наиболее ценным для развития личности. Ну вот. Вы совершенно правы, говоря о том, что вы можете быть милой, что вы можете нравиться, что вы можете представлять интерес, вы совершенно правы, вы совершенно правы. Как бы, ну, с этой, с этой вот позиции, да, вы совершенно правы. Но, это вас, сейчас это вас как бы дратнет. Только сейчас вас это дратнет, сейчас вас это раздражает скорее, потому что вы видите как бы морковку перед собой, но не можете ее достичь, этой морковки и вас, в принципе, я понимаю. Ну вот, собственно, работа по вот достижению, да, ваших целей должна быть проведена. Значит, так, давайте, я запутал о сложившейся ситуации, нет, вы просто, вам эта позиция чем-то удобна, вы боитесь обратно ответственности, мне не запуталось, вы просто не привыкли к случаю себя. Да, замужем почти 10 лет, есть ребенок 2 года, мне 30, ему 33. Ну, здесь важное замужество, в первую очередь значимое, точнее не важно, значимое замужество, необходимо раскрыть. Смучим, все это время были ровные, спокойные отношения, бесстраившиеся, особо красивые к нам к вниманию. Ну, опять же, почему так, да. Это, вот, вы здесь наглядно показываете свои отношения к самой себе, к своим чувствам, вот. Так вы относитесь к себе, таким образом вы относитесь к себе, так вы оцениваете свои, условно говоря, переживания. Вот, а так вы считаетесь своими чувствами, вот, так вы прислушиваетесь к себе, грубо говоря, и так вы о себе заботитесь, что не понравится, ну и ладно, ручь сложится. Что такое, что такое сложится? Сложится это, по факту, привыкну. Вот я привыкну, ну, может быть, привыкну, может быть, не привыкну, вот, ну, не особо это всё важно, да. Дальше, э-э-э, так, значит, э-э-э, ну, все эти годы не было ни одной мысли, вау, как хорошо, опять же, это вопрос к вам, это вопрос к вам, это вопрос к вам, при том, что вы 5 лет так, так прожили, вот. 5 лет вы так прожили. Ловлю себя на мысли, что, э-э-э, потому что простречали столько времени, и чтоб не впустую, мне было 26 лет. Вот, и вот, именно отношение, как здесь, как здесь, как некое инвестиция. Ну, собственно, если вы человека выбираете пассивный, то, чему удивляться? По сути, вы, что, вы пытаетесь его переделать? Вот, э-э-э, ну, сейчас, на данный момент, вы пытаетесь его переделать. Вот, по факту. Это просто, вот, попытка человека переделать. Сделать его другим, не тем, кем он есть. Тем, кем он есть, вы его, э-э-э, принимать, получается, отказывать. Вот. Ну, да, правильно, потому что любви у вас к нему, наверное, нет. Э-э-э, безусловного предпринятия нет, если безусловного принятия нет, то человек хочется переделать, переделать. Так, все, э-э-э, все, в принципе, логично, все, в принципе, э-э-э, нормально. Дальше идем. Э-э-э, так, э-э, значит, э-э, на прессу поговорить это сейчас потом, получается, там сидит только по телефону, а вот видите, копятся, копятся ваши претензии. Э-э, вечера проводили, безусловно, как-то здесь, по разным комнатам. Опять же, это претензия. Решение какие-то принимаю я, а даже в простых вопросах все приготовить на ужин. Опять же, это все претензия. Секция, э-э, не было особо активнее всегда, не особо было активно всегда, то, что зима, то, светло. В общем, когда хотел пармиться, было как праздник. Ну, опять же, опять же, это претензия ваши. Это вот все игнори, игнорирование того, что вам важно. Все, вот, все, вот, все пример того, как вы обесцениваете себя, свои желания, свои представления и так далее. Последняя фигура говорила ему, что живем как сожитель. Ну, так да, только зачем говорить, говорить ему. Вам себя, он спросит, как я оказалась в таких отношениях, да? А, дальше, его это не напрягало, ну да, а почему должно напрягать. Сейчас я стал больше общаться с людьми, стал выходить, встречаться, есть желание обрести лучшую подругу. Ну, здесь, с одной стороны, важный момент, почему вы вообще начали менять свою жизнь, что вас мотивирует это делать, это первое. Второе, найти лучшую подругу, ну, воспринимать человека как самоцель, крайне опасная история. Скорее, она скорее демонстрирует отсутствие у вас какой-то глобальной ценности, которую бы вы могли привносить в мир. Вот, и попытка, и попытку, соответственно, через подругу заполнить вот эту вот пустоту какую-то, да, и так далее. То есть, вам не лучшую подругу нужно искать, а себя, скорее. А лучшая подруга, и не одна, появится сама собой. Когда вы будете идти по жизни твёрдо, прямо, чётко понимая, куда вы идёте, чего вы хотите, и так далее. Дальше, значит, стало в разы лучше выглядеть после родения дочки, налаживая отношения с родителями, а в чём была проблема, поняла, что могу быть ласковым, милым, общительным, доброжелательным. Ну, смотрите, если у вас были проблемы с родителями, то, возможно, то, что с вами происходит, это всё из детско-родительских отношений, которые нужно прорабатывать. Даже незнакомым людям хочется со мной общаться. Вот ещё был несколько фраз, любви уже нету к привязанности, мне на тебя пофиг, несколько подобных фраз, без агрессии. Ну, вы имеете в виду от него. А, и что? То есть, вот, к чему это? Дальше. Когда ходил с подружками за весь вечер, ночью не звонил, простите, всё нормально, всё нормально, а должен был. Смирил с таким отношением с мужем, но вдруг решил, что у нас стали плохие отношения, начал больше делать внимания, поговорить с помощью подобного, мне это казалось слишком наигранным и неестественным. Почему? Ну, да, обидчивый Максим, говорит каждый день, что любит, надо меняться, но мне уже это вроде как не нужно. А что вам нужно? Вроде как приняла такое отношение, привыкла. Ну, да, вот. Как бы здесь вы говорите, опять же, о том, что, ну, что, проигнорировали свои желания, да? Вот. И не цените, ну, не привыкли прислушиваться к себе. Вот. Славится, обниматься вообще нету желания. Ну, с этим, наверное, вполне вероятно, что здесь обиды есть определённые. Теперь я стараюсь держать дистанцию. Почему? Ловил на мысли, что если бы не была дочка, ушла бы уже. Ну, понимаете, вот опять же, оставаться ради дочери, это худшее, что вы можете сделать для ребёнка. Так, физически зависимы от него. Ну, беззависимы от кого, то ваш выбор. Ваш. Так как я хочу, чтобы ребёнку было все необходимое и хорошее, не будет все необходимое и хорошее при такой семейной организации. Вы либо гармонизируете отношения со своим мужем, и работаете над тем, чтобы создать и поддерживать гармоничные отношения, тогда ребёнку будет хорошо, либо вы расстаётесь. Потому что, так как вы сейчас живёте, это ужас для ребёнка полнейший просто. Так, думаю, что потом ужас себе по таким же... Так, для каких хочу дочери, которые поведение от платы только шоколадками, когда приходят с работы, если нет, не пойдёт встречаться. Один из примеров потребительского отношения. Думаю, что потом ужас себе по таким же которым не выбирал. Это как так, если вы, по сути, своего мужа используете, а как дочки не будет. То есть, вы сами себя противоречите, вы держите дистанцию с ним просто потому, что он вас обеспечивает. Вы говорите, что можете родить и обеспечить второго ребёнка. Непонятно, правда, зачем вы хотите его. В то же время вы говорите, что у дочери такое же потребительское отношение. Так вы определитесь. Либо вы за потребительское отношение. И да, дочери будет его, соответственно, продвигать. Либо вы против такого. Но тогда, наверное, нужно брать ответственность. И менять свое... и свое отношение. Восприятие себя и восприятие человека. Так. Вот. Дальше. Так. Стоит ли мыть от себя жизнь? Смысл, что я несчастлива. Это не совсем корректно. Корректный вопрос. Стоит ли? Что-то из того, что вы делаете, стоит. С чем-то из того, что вы делаете, вполне реально смириться. С чем-то нет. И момент здесь в том, что вы научились слушать себя. Пока что вы этого не умеете. Собственно, в чем ваша трудность состоит. С другой стороны, время идет. Уже 30. Стоит ли все-таки что-то менять, будет к счастью, отложить на возраст и сказать, что будут взрослыми. А детям вы предлагаете жить с несчастной мамой? Евгену. И самим детям из-за этого тоже быть несчастной. Мне бы предлагают. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ поможет вам разобраться немножко в себе. Надеюсь, сердце приснится. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.